Hi, my friends! Это Дядюшка Али Шоу на связи. И подборки новой быть вот прям сейчас, вот прям здесь. Так, мои мальчиши-плохиши, сейчас покажу вам выпуск с крутыми ножами. Я знаю, вам эта темка всегда нравится больше остальных вещей. Так что лайк поставь, please, чтобы еще больше годноты Дядюшка Али Шоу для вас находил. Ну и про конкурс там в конце видео не забывайте, потому что смартфончик-то на дороге не валяется. И выиграть его может каждый абсолютно бесплатно. Все условия, как обычно, в конце. Так что хватаем вкусняхи и стартуем! Товарчик номер один. И это он самый, самый горячий нож из игры CS GO. Имя ему, конечно, вы уже догадались, стилета. Одно название только уже подчеркивает стиль этого ножичка. Но вы гляньте, какая форма, какой окрас. Этот ярко-красный цвет, ну прям пушка. Нож еще и переливается, блестит. Ну и в руке лежит приятно. А все механизмы сразу видно проработаны на совесть. Так что ликуйте, фанаты КС-ки. Можно такой вот сувенир урвать прямо сейчас. Сами знаете, дядюшка Али Шоу для вас. Все ссылки всегда оставляет. Так что хватайте себе или другану в подарок. Уф, а сейчас будет еще жарче. Потому что здесь горячий нож. И выполнен он в форме дракона. Да, стиля тут еще больше, ребята. Но одна только расцветка, чего только стоит. Либо холодная синяя сталь с отливом. Либо же вообще цвет хамелеон. Который, на мой взгляд, является самым стильным оттенком у чего угодно. И придает плюс 100 крутости. А лезвие видели какое? Чуть изогнутое, открывается специальным механизмом. Тоже переливается. И наверняка очень острое. Так что осторожнее с ним. Как собственно и со всеми товарчиками сегодняшнего выпуска. А как вам такое, друзья? У меня здесь тоже нож, но он не один. Он в компании других полезных инструментов. И называется все это, как вы могли догадаться, мультитул. Ну и перечислю, что здесь вообще есть. Конечно, это сам нож, как вы уже поняли. Набор биток для крестовых и плоских отверток. Кусачки и даже мини-разводной ключ, блин. Вот это компашка, так компашка. Стоит ли говорить, что все инструменты помещаются в вашу ладонь. И пакуются в стильный черный чехольчик. Ну собственно, для людей, которые любят активный отдых на природе, в походах и подобных развлечениях, товарчик мастхэв. Да и в ремонте дома тоже пригодится. Едем дальше. Следующий образец ножа привлек мое внимание своим исполнением. Что-то в нем есть, стимпанковское что ли? Такой он весь узорчатый, миниатюрный. Но при этом все так же имеет грозный вид, как и все ножи. Но главная особенность это его функция открывания. Потому что открывается он не как классические ножи, а немного иначе. И это тоже придает ему своего стиля. В целом, такой нож можно подарить коллекционеру необычных ножичков. Потому что для повседневного использования такую красивую вещицу я бы брать не стал. Этому ножичку место на полочке. Определенно. А вот и долгожданный нож бабочка. Ну вот у меня вопрос. Кто понял, с какой игры этот нож? А ну-ка, три, два, один. Ну все верно. Кто успел написать в комменты? Это ж нож Октан из Apex Legends. По боевому окрасу сложно о ней догадаться, правда? Но вообще мне сам формат ножа бабочки всегда очень нравится. Наверное потому, что я вижу на экране, как им можно ловко управляться. Я правда сам так не смогу. Но уверен, немного практики и все получится. Как считаете, сложно такие манипуляции с ножом производить? Вертеть, крутить и при этом даже не порезаться или не уронить нож на землю? Делитесь в комментах. Ребята, смотрите какой образец ножичка я нашел. Ну это прям детская версия. Хотя, шучу, конечно. Какие еще ножики для детей? Нет-нет-нет. Только взрослым, да и то повнимательнее. Все-таки холодное оружие. Но да ладно, вернемся к этому малышу. Здесь у меня раскладной ножик, но он настолько маленький, что даже, блин, меньше ладони. И лезвие буквально в пару сантиметров. Да, такой нож можно даже как брелок с собой носить. Ну а что, мало ли, нужно будет что-то порезать, в жизни все может случиться. И такой малыш тоже может быть полезен. Ну так еще и выглядит он, посмотрите как. Не просто какой-то кусок металла и пластика, а прям стильный малый. Ставлю лайк. Опа, тут к нам карамбитик подъехал. И, блин, снова такой стильный, что и его хочу заказать. Я что-то прям фанатею от таких ножичков. Похож на какой-то нож из будущего, что ли. Как в кино показывают, но его можно приобрести и пощупать самому, так сказать. Ну просто кайф. Тут тоже, кстати, есть своя особенность. Во-первых, это колечко, которое сочетается с общим стилем. И наверняка с его помощью можно как-то круто раскручивать нож на пальце. Ну и второе, это его механизм открывания. Здесь есть фиксатор, защелка, без которой лезвие не сдвинется с места. А также круглый элемент, толкая который можно ловко открывать лезвие. Ну неплохо, скажу я вам. Думаю, вот надо брать. А такой вариант ножичка я бы никогда себе и не представил. Но, кстати сказать, довольно интересная задумка. Потому что вряд ли кто-то вообще догадается, что висящий у вас на связке ключей один из ключиков может внезапно стать ножом. Да-да, так бывает. Так если вдруг окажетесь в трудной ситуации или может столкнетесь с преступником, то можно таким ножичком суметь дать отпор недоброжелателям. Лайфхак, так сказать, для чрезвычайных ситуаций. Ну а так, просто прикольный нож в клевом исполнении. Ну а эта раскладушка, это абсолютный рекорд, Ребзя. Это, пожалуй, самый маленький участник нашего выпуска. Возможно, и самый маленький нож, который вообще существует. Видели меньше? Поделитесь инфой в комментарии, потому что я меньше не встречал. Но даже несмотря на размеры, это все еще нож. И он раскладывается. Его лезвие весьма острое, и им можно пораниться. Но вот применять этого малыша я даже не знаю, как и где. Может, вы подскажете идейке, как будем его применять. Или просто на полку для коллекции. Едем дальше, народ. И сейчас покажу вам миниатюрный нож, который точно пригодится любителям активного отдыха. А именно, путешествуем где-то в горах, где можно использовать веревки и страховку. Потому что этот нож с необычным лезвием и такими зазубринами с легкостью перережет даже самую плотную веревку. А специальное крепление можно использовать для фиксации на той же веревке. В общем, этот нож как часть специального снаряжения для скалолазания. И любители таких экстремальных развлечений точно оценят. И снова здесь у меня маленький нож. Но не простой, а скорее нож-брелок. Потому что внешне он вообще не похож на нож. Скорее, это какой-то кулон на шею. Ну, собственно, здесь даже есть специальное крепление. И он действительно вешается на шею. И никто даже не поймет, что в этой штучке скрыто острое лезвие. Которым можно выполнить какие-то мини-надрезы в случае необходимости. Прикольная задумка, конечно. Но по функционалу есть вопросики, ребята. Хотели бы вы такой себе нож? Если да, то как бы вы его использовали? Делитесь в комментах. О, гайз, а такой нож я частенько видел у своего батя. Он его везде носил с собой. Особенно, когда мы ездили на дачу и на отдых на природу. Ну, все правильно, это же походный нож. И там чего, блин, только нет. И нож, и открывашка, и ножницы, и кусачки, и щипчики, и крюк, и штопор. И еще некоторые фишки, про которые я даже не знаю. Но в целом, в описании на сайте там все развернуто, написано. И я уверен, что найдутся любители таких походных версий ножиков, которые взяли данную модельку на примету. А может, уже отправились заказывать. А вот нож для настоящих спецназовцев. Если не ошибаюсь, он даже называется тактическим ножом. И он нереально стильный и выглядит супер-брутально. Только гляньте на это мощнейшее лезвие из титанового сплава. Оно все изогнутое и толстенное. Ну и про остроту, думаю, не стоит упоминать. Вон, гляньте, от бутылки не осталось и следа. Да и веревку поделил очень просто. Рукоятка очень удобно сидит в руке и повторяет форму пальцев для удобного обхвата. Ну, не знаю, как вам, а мне очень понравился этот стилевый и реально крутой нож. Если бы друзья увидели у меня такой в коллекции, они бы точно офигели. И спросили, ты что, блин, в спецназе служил? Вот объясните мне, почему это так модно? Ну, что все помешались на этих ножах-кредитках? Типа это необычно? Ну, блин, разве здесь есть практичность? Как по мне, так это такая себе штучка, что ли? Но вы, конечно, скажете, да ты что, дядюшка Али Шоу? Это же очень классная вещь. Она в сложенном состоянии, реально похожа на кредитку и легко поместится в кошелек. А вот по волшебству твоя кредитка стала холодным оружием. И ты уже не просто парень с визиткой, а стильный мужчина с ножичком. Ну да ладно, признаюсь, я вас немного обманул. В выпуске был маленький нож, но я нашел его брата по размеру. И это такой вот кайфовый тесак размером, блин, с полпальца. Ну, естественно, такого малыша по кайфу использовать как брелок или сувенир. Потому что, хоть им и можно что-то порезать, ну, камон, кому этим охота заниматься, если можно воспользоваться обычным ножичком. У ножичка, кстати, есть классный чехол. Вот, зацените. Если как-то снять с удачного ракурса, то как настоящий большущий тесак. Хорошо сделан, не поспоришь. Но помимо суперклассных, дорогих и стильных ножей, в коллекцию я добавил такой вот нож буквально за один доллар. И он занимает почетное место самого дешевого ножа в выпуске. Но при этом только гляньте, как он выглядит. Форма и цвет напоминают какого-то попугая или... Да не, вроде попугай. Сам нож, кстати, керамический, да и не особо острый. Ну, а что вы хотели за такие денежки? Ножик раскладывается и в целом выглядит неплохо. Так что, почему бы и нет. Ну и в завершении выпуска покажу вам еще один походный мультитул. Но на этот раз он не какой-то там малыш со скромным набором функций. Это, блин, полноценное мультитулище. С топориком, молотком и кучей других приколех. С таким мультитулом в рюкзаке вы сможете себе построить шалаш на необитаемом острове, добыть пищу, развести костер, да и вообще сделать много полезного. Но, надеюсь, вы никогда не окажетесь на необитаемом острове, а пригодится нож вам только в походе. Хватайте на заметку. Ребят, ну вот и подошел этот ролик к концу, но у нас еще остался конкурс на смартфон Samsung Galaxy A51. Для участия надо подписаться на канал, поставить лайк и написать комментарий, и ты участвуешь. Ну и в следующем видео мы определим победителя, а в предыдущем конкурсе победил Артем Новиков. Напиши мне в ВК и забирай свой приз из прошлого видео. Все, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok